Люди не умеют воспитывать детей. Однажды мой сынишка пришел ко мне и сказал «Папа, у моей игрушечной машинки отвалилось колесо». И дал мне ее. Я сказал «Так и есть». И выбросил ее в мусорку. А сам продолжил читать свой журнал. Затем, по подергиваниям нижней губы сына, я понял, что он вот-вот расплачется. «Что случилось? Ты выбросил ее». А я ответил «Куплю тебе машинку для младенцев. У нее колесики не отваливаются». А он «Ну может я смогу ее починить?» Я достал машинку из помойки и дал ему в руки. Он сел на диван и начал приделывать колесико. На это дело у него ушло буквально пару минут. Когда я увидел результат, то спросил «Как ты это сделал? Просто великолепно». А он мне ответил «Я уже не маленький». Я переспросил «Как ты это сделал?». Он рассказал, что в колесике есть дырка, а само колесико накручивается на железную палочку. Всего-то и делов. Я сказал «Просто великолепно». Но сейчас принято так, что за детей все делают мама и папа. Вы воспитываете остолопа. Понимаете, о чем я? Родители решают все проблемы за своих детей. Никакой самостоятельности. А когда моя дочурка пришла в мою мастерскую, тогда ей было три года, я намеренно использовал гаечный ключ неправильной стороной. Она уставилась на меня. Руки вот так, в бойки. Ты делаешь неправильно. А я включил дурака. Может так? Она «Сейчас я тебе покажу». Она повернула ключ правильной стороной. Для нее это было очевидно. Я никогда не хотел, чтобы моя дочь просто глупо повторяла за мной. Я хотел, чтобы она думала. Поэтому у меня не было никаких проблем с обучением сына и дочки чтению. Перед сном я читал им истории про динозавров и больших животных. Дети это очень любят. А затем говорил. А когда Трицератопс, это такой динозавр, встретил бронтозавров, начинал зевать и закрывал книгу. Они спрашивали «А что дальше-то было?» А я отвечал «Возьмите книгу и прочитайте, вы это сможете». То есть я им давал причину для чтения, а не обучал чтению как таковому. В школах все делают наоборот. Они не умеют обучать. Понимаете? Понимаете? Если я обучу 10 детей, они все получат пятерки. Если я обучу 15 детей, они все получат пятерки. Без исключения. Потому что есть универсальный способ учить людей. Развить их понимание. Но необходимо четко формулировать вопросы. Некоторые из вас, возможно, уже знакомы с некоторыми из этих идей. Я не знаю, но я надеюсь, что вы что-нибудь из этого извлечете. Потому что они отличаются от привычного. Говорят, что одни люди ленивы, а другие трудолюбивы. Это неправда. Ленивых людей не бывает. Вот представьте типичного папашу, который большую часть времени находится на работе, чтобы оплатить кредит, а затем взять новый. «Я хочу, чтобы ты помыл мою машину». Он никогда не скажет своему ребенку «Спасибо, сынок, за помощь. Давай сходим вместе в кино или еще куда». Когда отец не вознаграждает ребенка, малыш может начать прятаться от него. «Ах, ты ленивый засранец!» Он не ленив, просто не получает вознаграждения за свою помощь. Люди получают минимальную зарплату. Они не могут позволить себе новую машину. Покупают подержанную, а такие ломаются чаще, чем новые. Так что они все время в долгах. А когда их ребенок начинает кашлять, с минимальной зарплаты они не могут сразу отвезти дитя к врачу. Они говорят, может быть, к утру ему полегчает. Так что парень, который зарабатывает мало, не может ничего сделать для своей семьи. Но если на следующее утро ребенок все еще сильно кашляет, он отвозит дитя в поликлинику, где ему придется просидеть весь день, чтобы дождаться приема. Понимаете, к чему я? И все это очень оскорбительно. Система, в которой мы живем, будет считаться одной из самых коррумпированных систем в мире. Хотя все эти системы коррумпированы, но у нас самая высокая степень коррупции. Конкурс красоты. В чем тут заслуга женщины? Тем более, уже можно менять форму носа или щек. За что медаль-то? Если она просто красивее, зачем давать контракт или приз? Понимаете? Вот он художник. Говорят, он таким родился. Он одарен. Может, и за это будем давать награду? Сколько же будет таких наград? Ты можешь перечитать книгу 10 раз и ничего не запомнить, а другие могут запомнить каждое слово. Такие люди просто родились с другим мозгом, с другой системой ассоциаций. Если твой мозг не настолько развит, в этом нет. Твоей вины. Когда детей приводят в школу в возрасте 5-6 лет, учителя не отправляют детей на проверку работоспособности мозга. Выявление физиологических проблем, проблем в произношении слов не выясняют, подавляют ли родители этих детей. Такое бывает в бедных темнокожих и мексиканских семьях. Они не воспитывают детей. Когда ребенок спрашивает, папа, почему шарик парит в воздухе? Его же ничего не держат. Отец отвечает. А мне-то откуда знать? Парит и парит. Отстань. Но в образованной семье отец расскажет про действия гравитационных полей. Уже к возрасту 6 лет такой ребенок будет иметь куда более развитую ассоциативную систему, чем ребенок из неблагополучной семьи, которым ничему не обучали и не воспитывали. А учителя будут ставить им оценки. Это самое худшее. Когда я поставлю ему пятерку, а ему двойку, двоечник начнет завидовать отличнику. И я сам спровоцировал эти чувства. Однажды католический священник спросил меня. Я знаю двух ребят из одной семьи. Один стал священником, а другой бандитом. Если окружение так важно, почему они настолько разные? Если у вас два сына, с младшим вы весело играетесь, а старший 7-летний смотрит на это со стороны с таким грустным лицом, вы сами провоцируете ревность. Или наоборот, когда вы кричите на младшего, «Почему ты не можешь быть, как твоя сестра? Она сама убирается, а ты все разбрасываешь!» Младший начнет ненавидеть сестру и будет радоваться, когда она упадет с лестницы. Понимаете? Понимаете, о чем я? То, что я вам расскажу, не описано в моей книге «Все лучшее, что не купишь за деньги». Хотя книга и охватывает много областей и вопросов, и она поможет вам начать общаться с другими людьми. Итак, нормальные люди, и когда я использую слово «нормальные», я имею в виду облажавшихся и просирающих свою жизнь. А нормальные, потому что они ходят в нормальные школы, одинаково воспитываются, покупают одни и те же продукты, говорят на одном языке и даже с одним и тем же выражением лица. Так что, когда вы думаете, что ваши мысли осознаны, и вы принимаете решения за себя, то я предлагаю вам припомнить времена, когда ваша мама говорила «это чашка, это вилка, это стол». Снова и снова. «Мама», «папа», «опять и опять», «мама», «папа», и так далее. Говорят, что язык был создан для общения. Это совсем не так. Язык не создавался искусственно. Если парень ударится локтем, то он скажет «Ай». Если он скушает что-нибудь вкусное, он скажет «Ммм, вот с чего начинается язык». Со звуков, которые являются реакцией на новые события. Когда ты увидишь льва впервые, ты скажешь «Бубу». Другой повторит «Бубу», «Ага». Теперь вы оба называете льва Бубу. Понимаете? Никто не говорил «Сейчас я придумаю язык, присяду и выдумаю слова». Так оно не работает. Если вы выросли в какой-либо другой культуре, там все говорят одинаково. Все говорят на старом языке, который появился сотни лет назад. Вот почему разные умные книги не могут объединить нас. Это невозможно. Темнокожие не могут просто прийти на собрание «Кукуз-клана» и начать конструктивный диалог. А говорят, что язык нужен для общения. Враньё. Язык – это то, на чём нас воспитали. Но он не способствует взаимопониманию. Разве что, если у вас схожие ценности. Теперь поговорим о том, что для многих людей понять очень трудно. Человек не может думать или мыслить, в том числе и я. Всё немножко иначе. Сейчас постараюсь объяснить. Что такое думать? Что такое мыслить? Что такое креативность? Он такой креативный. Что это значит? Он хороший изобретатель. А это как понять? Я не знаю, хороший ум. Это ничего не объясняет. А я скажу вам, что такое инновация. Это изобретательное мышление. У кого с собой есть диктофоны, надеюсь, что вы запишите это. Потому что всего не запомнишь. Быть креативным — это брать уже известные элементы и соединять их уникальным образом. Понимаете, о чём я? Когда сценарист пишет сценарий, он думает, парень сражается на войне. Берёт уже известные элементы и расставляет их вместе, но немного по-разному. Эти отличия — это вовсе не креативность. Все фильмы абсолютно одинаковы. Про ненависть и любовь, про войну, ну или жизнь на космическом корабле. Но это не инновационно. Подписывайтесь, изучайте, задавайте вопросы и делитесь с друзьями. До скорых встреч!